Первый раз приехали в церковь, вернее, в Варну, в Болгарию приехали, вот, и мы без церкви не можем, и мы начали искать разные церкви, обошли очень много церквей, но как-то нам, ну, если сравнивать казахстанские церкви и болгарские, ну, я бы сказал, или, может быть, мы потому что привыкли, но нам показалось, что казахстанские церкви, они более-таки горячие. И, ну, мы нашли церковь, которая для нас показалась более близкой, мы начали проводить там семинар, и в одну из ночей мне снится сон, мне снится сон о том, что мы идем какой-то молитвенной такой цепочкой по лесу, я понимаю, что это Болгария, и мы идем с другими молитвенниками, и между деревьями я вижу скалу, поэтому наша церковь получила название на скале, и с этой скалы падает такой человек, и падает с криком. И мы бежим к этому человеку, когда мы к нему подбегаем, он, к сожалению, уже у нас на глазах, он скончался, и когда я подбегаю, кто-то закричал, что давайте за него молиться, я вижу руки, которые возлагались в область сердца, и эти руки были разные, это были черные, желтые, коричневые, белые руки, я понимал, что это какая-то интернациональная группа, которая здесь находится, и вот сильно молится, и молились долго за этого человека, потом я начал замечать, что под руками молитвенников начинает разгораться какой-то такой сверхъестественный огонь, и этот огонь начал разгораться, и потихонечку подниматься к лицу, и когда я увидел, что огонь поднялся к лицу, то глаза у этого человека, это был огромный человек, это был великан, они начали открываться, это большие глаза, этот человек начал подниматься, и мы поняли, что человек воскрес, это был великан, он поднялся, на нас смотрел с таким восхищением, и нас было несколько человек, может быть, около, что-то чуть больше, 10-12, но он почему-то подошел ко мне, взял меня за талию, и начал меня вот так медленно поднимать, и с восхищением смотрел на меня, и тогда я проснулся, пошел опять в эту церковь, мы спросили там в молитвенной группе, и тут же встала одна сестра и говорит, у меня есть толкование на этот сон, это сновидение от Бога, и она сказала, что тот великан, который стоял на скале, это болгарская церковь, которая, к сожалению, упала, упала, сильно разбилась, и на сегодняшний день находится в мертвом состоянии, и показывает на меня пальцем, говорит, ваша задача приехать сюда, основать здесь, поставить здесь интернациональную церковь, которая, когда поднимется, она начнет усиленно молиться, будет активизировать такой молитвенный огонь, и придет время, когда болгарская церковь воскреснет, она встанет в еще большей силе, чем была, и это будет большая слава, и через это ваша жизнь, она также поднимется, и я, честно говоря, на вот это толкование немножко так со скепсисом, с такой усмешкой посмотрел, ну думаю, что там, ну как, что это, все бросишь, что ли, я вообще не планировал переезжать в Болгарию, ну, мы учились тогда в духовном семинарии, и я думал тогда, что после окончания семинария, скорее всего, мы уедем в Китай, но Бог так распорядился, что вот, когда мы приехали в Казахстан, получили еще несколько подтверждений, и потом, когда мы уже продали там все, мы приняли решение переезжать в Болгарию, и опять очередной раз приехали в Болгарию, Бог в эту же ночь, в первую же ночь показал еще одно видение, это было очень ясное, четкое видение, что Бог просто взял мой дух и носил над всей Болгарией, я видел разные города, я видел Варну, что здесь определенный такой демон, который просто, как по-болгарски называется, такая вихрушка, ну просто как вихрь, просто засасывает человеческие души в какую-то воронку через какие-то ложные учения, через какие-то ереси, через какие-то соблазны, что здесь очень много блуда, что здесь очень много азартных игр, алкоголизма, наркомании, И все это вот так вот с какой-то колоссальной силой вот так, ну просто забирая человеческие души. И другой город потом полетел куда-то над какой-то горой, помню. И я тогда еще вообще не владел такой информацией о том, что здесь тогда было очень активное белое братство, так называемое. Я просто видел о том, что какой-то белый круг, люди танцевали, какие-то странные танцы, несколько кругов, они ходили по кругу. И просто определенный демон просто засасывал человеческие души. И тогда я понял, что здесь в Болгарии распространено какое-то учение, которое просто крадет. Я смотрел и спрашивал, что это такое. Бог говорит, это демоны, которые орудуют здесь в Болгарии. И твоя задача здесь поднять церковь, которая бы молилась против вот этой демонизации населения. И я вижу, что сейчас все это происходит, что мы в Варне, единственная на сегодняшний день церковь для русскоговорящих, единственная официально зарегистрированная интернациональная церковь для всех народов, для всех наций. Другой такой церкви не существует. Можете себе представить? На всей территории Болгарии нет больше интернациональной церкви для русскоговорящих. Мы единственная церковь здесь. Я считаю, что то, что мы здесь поставили, это было очень нелегко, это было очень трудно. Я всю заслугу отдаю только Господу, потому что это чисто по благодати. Все это возникло совершенно сверхъестественно, потому что это нам реально не по силам. Были очень такие серьезные припоны со стороны властей, пытались и по сей день пытались запретить, ну вот так просто наложить все. Последнее законодательство, которое пытались закрепить, оно было чисто против нас. То есть пасторем не должен быть иностранен, иностранец, пастор, который не имеет болгарского гражданства, не имеет права нести служение в церкви и так далее. Бесконечные вот такие постановления, которые, слава Богу, не утвердили. Поэтому, слава Богу, за то, что мы существуем, слава Богу, что поднимается интернациональная церковь, которая, как мы видели, сегодня имеет поддержку во многих странах, во многих народах, что она нас любит, нас знает, где бы мы ни были, нам протягивают. Вот скоро нас пригласили опять, пригласили в Южную Корею, в Сеул, уже как основных спикеров. Мы будем там проводить семейные семинары, после возвращения семейного, ну, с Сеула, мы будем проводить здесь, на территории Болгарии, семинары душепопечения с правом выдачи сертификатов. То есть мы первые, опять же, в нашей церкви, которые организовываем такие курсы душепопечителей, которые с выдачей права сертификата, ну, духовным служителям, о том, что они будут иметь право душепопечения. Слава нашему Богу за вот эти какие-то шаги, за то, что Бог действует могущественно, и что вся слава Ему. Я хотел бы сегодня помолиться также за пожертвования, за финансы, чтобы в нашей церкви также были финансы, потому что планов очень много. Мы проводим такие служения по всей территории Болгарии, мы ездим по самым высоким местам и молимся за разрушение всяких сатанинских твердынь, всяких каких-то вот таких вот заклятий, которые произносили когда-то на Болгарию, проклинали эту землю, ну, там самые разные такие войска проходили, завоевывали. Турция, в том числе, которая правила здесь более 500 лет. Благослови, Господи, Отец Сосана, слава Тебе. Пусть в нашей церкви всегда будут сверхъестественным образом финансы, которые поддерживает наше служение, Господь, Аллилуйя, Отец. Ты сегодня стоишь у жертвенника, как написано в Евангелии, и пристально смотришь на тех, кто кладет. И когда человек ложит от всего сердца, ты обращаешь на это внимание и сегодня, Господь. Ты когда-то сказал про ту женщину, которая положила всего лишь две лепки, но положила последние, положила от всего сердца. И ты сказал своим ученикам, эта женщина, она больше всех положила, потому что одни ложат от избытка, а она положила последние. Спасибо тебе, дорогой Господь, за то, что ты благословляешь, Господь, и ставишь здесь, на святой земле, интернациональную церковь для всех нас и народов. Это твоя Божья мечта, потому что ты, Бог, мечтаешь, что придет время, когда на горе, на возвышенности будет стоять твой дом, который нарекут домом для всех нас и народов. Домом молитвы наречусь. Так написано, Господь, очень. Дай нам, Господь, содействуйся тому, чтобы, Господь, твоя мечта сбылась, Господь, Отец. Слава тебе. Благослови наши поездки, благослови наши семинары, благослови наше служение на этой земле. Мы хотим всю славу воздать тебе, Владыка. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа, и Церковь Божия скажет на это. Аминь. Слава Богу. Давайте мы еще прославим нашего Господа. Мы хотим спеть песню, у нас тут экспромт, но это песня о том, что мы одно тело, что мы одна церковь, что мы одна семья, что у нас одно сердце, и что мы хотим идти в этот мир и распространять его славу, его слово. Поэтому я предлагаю всем нам подняться и поставить слова, они простые, и нам подпевать. Мы одно тело, мы одни мысли, мы одно сердце, сердце Отца. Мы одно тело, мы одни мысли, мы одно сердце, сердце Отца. Вместе идем мы, мир не спасенный, славу Отца показать. Мы идем изменять этот мир, достигая любви, направляя в сердца причина одна, и ответ лишь один, потому что мы можем любить. как нас Бог возлюбить. Всех любить, как нас Бог возлюбил, всех людьми, так нас Бог возлюбил. Каждый так важен, каждый достоин, мы частью Божьей семьи. Вместе мы строим церковь большую, церковь, где много любви. Мы идем изменять этот мир, достигая любви, направляя в сердца причина одна, и ответ лишь один, потому что мы можем любить. как нас Бог возлюбил, всех любить, всех любить, как нас Бог возлюбил, 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 это так просто изменить удачу и на проблему ответа и радость любовью друг другу служи любит бога любим людей любишь меня достигали любить направляя сердца и ответ лишь один потому что мы можем любить Мы идем изменять этот мир, достигая любви, проправляя сердца, причина одна, и ответ лишь один, потому что мы можем любить, как нас Бог возлюбил. Всех любить, как нас Бог возлюбил, всех любить, как нас Бог возлюбил. Мы услышали призыв Божий за то, что вы были послушны Богу и делаете доброе дело. Мы хотим вам подарить дерево, которое будет посажено при потоках вод. Это символ, который приносит плод своего, время свое, которое не вянет и во всем успеет, чтобы вы всегда смотрели на это дерево и вспоминали то благословение, которое Бог для вас обещал. Не забывайте его поливать, потому что это очень важно всегда, чтобы оно было при потоках, и когда вы будете поливать, вы будете вспоминать, что тоже нужно не забывать наполняться всегда Богом, потому что без Него мы как начинаем сохнуть, и мы хотим как церковь помолиться за вас. Еще Мария хочет что-то важное сказать, нет? Попросим Андрея, чтобы он помолился. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Геннадия, за Наталью, и мы просим у Тебя благослови их, Господь, благослови их обильно. Мы благодарим Тебя, что Ты уже благословил их. Во Христе Иисусе они совершенны, Господь, и совершены Тобой, Господь. Мы призываем Твое имя, Иисус Христос, Твою великую благодать, Господь. Мы приглашаем Тебя, Святой Дух, и просим Тебя, чтобы Ты еще больше изливался в их сердца, наполнял их жизнью, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что они здоровы в Тебе, за то, что они приносят плоды в Царстве Твоем. И мы верим, Господь, что мы увидим великую славу в их жизни. И мы Тебя благодарим за них, Господь, как за служителей, как за пример Твоих служителей, как за пример тех, кто несет Евангелие на этой земле, за тех, кто наши сработники на Ниве Божьей. И спасибо Тебе, что мы вместе, и мы благословляем их именем Твоим, Иисус Христос, Господь наш, и это Твоя церковь. И мы провозглашаем Твою славу Божию в их жизни, и в Твоем Доме Божьем Твое присутствие, Дух Святой. Спасибо Тебе, Отец Небесный, за Твою любовь. Во имя Отца, Сын и Святого Духа. Аминь. Спасибо большое. Я хочу сказать самое главное, что за 7 лет у нас произошло, это у нас есть команда. И пусть сегодня многие поехали, так как выходные, пользуясь праздниками, поехали куда-то отдыхать. Спасибо, Людмила. Андрей, я знаю, что они сегодня утром должны были уехать, но вчера вечером они приняли решение остаться и сегодня побыть на этом празднике. Спасибо большое. Знаете, какой-то момент у нас с Геннадьей было ощущение, что мы понарожали детей и не успеваем подгузники менять. Ну, теперь, слава Богу, 7 лет это все-таки не 2, не 3 года. 7 лет это уже срок. Еще что-то, да? Нет? Ну, я не знаю, Мария на барабанах. Еще Оля, да, хотела что-то? У нас в следующий раз все спрашивают, когда будем чаепитие делать. Но дело в том, что сладкарницу нам нужно освобождать сейчас пораньше, потому что там началась... Мы передали эстафету и начали служение. Иранцы проводят на английском языке служение. И поэтому в следующее воскресенье мы решили отметить Рождество уже по старому календарю. Это будет 6 января, ну, как мы отмечали на постсоветском пространстве. У нас будет короткое слово, проповедь. Геннадий в этот раз потренировался. То есть, ну, действительно, он умеет коротко говорить, оказывается. И мы все спустимся вниз, а у нас будет чаепитие. Давно уже люди спрашивают, когда у нас будет чаепитие, соскучились. И по этому поводу, да, Оля хотела нас вдохновить. Да, добрый день, уважаемая церковь. Хотела также поделиться откровением по Гранд-молу, если вот позволить, буквально две минуты. Мы когда приехали в Гранд-мол, Саша завез нас на вот верхнюю парковку, в самом верху. И мы таки идем с этими крыльями ангела, с этими сумками, с детьми такими. Люди на нас смотрят, но, знаете, вот как бы, ну, думал, сейчас начнут там стоять, там выстроиться, что-то снимать, фотографировать. Нет, ребята, это же торговый центр. Там кино, там торговые точки, там красивые витрины. И я вот думаю, вот реально, мы додумались в торговом центре, где постоянно все пытаются привлечь внимание людей. Там, где идет бизнес, там, где идут всякие шоу. И мы тут выйдем с Рождеством Иисуса Христа. И мы только подумали, Господи, это же только Бог. Это только Бог может реально привлечь, увести взгляд от торговых вот этих всех мероприятий к реальному истинному Рождеству Христову. И Богу это удалось. Аминь. Это не мы, это просто Господь, потому что человечески это невозможно. Мы сами работаем в бизнесе и знаем, как это отработает маркетинг. Это невозможно. Это только Бог мог реально привлечь внимание людей вот к нашему пятачку, где мы поставили хлеб с рождением Иисуса. Наталья говорила по поводу чаепития. Не знаю, как вы, но я люблю поесть. Может, по мне не сильно заметно, но я люблю и поесть, и люблю приготовить. И когда объявляется какое-то чаепитие, то, конечно же, ты понимаешь, что в церковь ты пришел не зря. Это была шутка. Не на самом деле, но это же приятно. Вот ребята не дадут ничего лишнего сказать, что в больших церквях нет такого удовольствия вместе с кем-то посидеть, пообщаться за чашечкой чая. Кто-то почвякает, кто-то пообщается. Но, тем не менее, это круто, это объединяет. И я даже вот с людьми, когда даже по работе, я понимаю, что если ты с человеком за столом оказался, то все, отношения выходят на другой совсем уровень. Даже в баню ходить не надо, еда сплачивает. Так вот, понесло, Остапа. Так вот, я что хотела предложить. Когда у меня появляется желание, реальное желание приготовить в ночей и пить, и когда я об этом помню, ну, у меня, как у человека такого, знаете, масштабами мышляща, я начинаю готовить огромные противни. У меня это уходит часа два-три. То есть моя семья, она лишается моего внимания в воскресенье. И, ну, я реально как бы получаю удовольствие, то, что я это сделала, но я потом реально устаю. И не хочу я вот, чтобы мы с вами кушали печенки с магазина. Вот правда. Поэтому я подумала, а что, если каждый из нас приготовит обычный пирог, который можно приготовить за 20 минут в своей семье, и не думать о том, что надо накормить всех, а просто пускай будет от каждой хозяйки, у нас у всех руки растут с нужного места, что-то будет вкусное. Я, знаете, я даже, мне Бог даже напомнил, какой был вкусный пирог, которым нам Валентина угостила. Представляете, у нас есть потребность давать. Валентина нам принесла в красивой такой баночке два кусочка пирога. Валентина, мы их делили на всю семью, и так детям понравилось. Это просто потрясающе такой вот, ну, реально вот бабушке в доме запахло, так приятно, потому что она что-то далеко. Я запомнила, какой был вкусный пирог у Евы, шлопак. Кстати, да. И вот, знаете, когда сам готовишь, это одно. Ты в предвкушении определенного вкуса, но когда ты угощаешься, это совсем другое. Как будто человек принес частичку себя. Ну, и не забуду, что Саша Коновалова готовил, не знаю, тыквенек, не твикник, но это было просто чудесное, хрустящее, тающее во рту. Короче, дорогие мои, я не хочу кушать печенки и прочие хитры, имею с магазина. Давайте по небольшому блюдику. Хотите сладкое, хотите соленое, это ваш личный выбор, но без напряга. Не противени. Мы поделим, если надо будет, если просто у нас будет большой такой шведский стол, и мы седьмого, когда там, да, будет у нас? Шестого числа в сладкарнице только домашняя еда. Кто за домашнюю еду? Браво, супер. Тридцать минут, и мы все будем, короче, довольными. Спасибо. Ну что, объявление? Сейчас все зафиксируйте, кто что приготовит. Субтитры сделал DimaTorzok